Татьяна Коврякова Татьяна Коврякова Спасибо, родной пейзаж, было приятно увидеть, а то всё заграничное. Мой знакомый объездил весь мир, но сказал, лучше нашей природы нигде нет. Татьяна, ну я не делю как-то, не могу разделять. Моя природа, не моя природа, наша, не наша. Когда летишь на самолёте через всякие страны, ведь сверху не видно границ никаких. И не видно, что мир поделён на части. Наша – это наша, а это не наша. Но мне кажется, там, где человек вырос, наверное, ему в силу каких-то привязанностей начинает казаться через какое-то время, что это вот его родное, родные берёзки. Но это привычка просто. Привычка рождает комфорт. Сила привычки. То есть, если человек родился среди пальм, то ему будет не очень комфортно среди другой природы, получается. Я, кстати, когда в Строгановке, когда поступил, я, значит, жил с африканцем. Мне хватило на неделю, что ли. Турея его звали. Он учился, естественно, на МДЖ. Там только блатные. Монументально-декоративная живопись. Но он включал... Было очень жарко. А он включал ещё обогреватель. На полную. И закрывал все окна. Ему было холодно. Ну, я изнывал просто от жары. А утром в шесть утра я вскакивал от того, что гимн начинал играть. Приёмничек там был. Я не мог найти, где этот приёмник в шесть утра. А он куда-то его за шкаф задвинул. А он спал. Ему абсолютно было до лампады. Было холодно. И ещё гимн. На полную мощность. Он... Та-дам-дам-дам-дам в шесть утра. Та-да-да. Ненавистный вот это. Я не знаю. Я не мог найти. Я потом его попросил. Торе, а не мог бы ты не включать этот самый свой обогреватель? Нет, это значит невозможно было. Ему холодно. А скажи, гимн, говорю, мне мешает. Давай мы... В одной комнате. Студенческая общага. Давай мы это... Где этот приёмник? Я не мог найти его. Он мне показал за шкафом приёмник. И я его выключил. Торе писал свои национальные темы. Там какие-то африканцы с цепами обрабатывали, значит, зерно. Там такие композиции он делал. Разноцветные такие. Ну, наверное, он скучал по родным местам. Но это же сила привязанности. А мы же с вами люди планеты. Она маленькая. Ну, разные растут на ней цветочки, растительность. Где-то кактусы, где-то чего-то. Где-то борщевик. Ну, мне везде хорошо, где светит солнце. Я человек... Мне не хватает солнца. И пространства. Где есть пространство, я прям балдею. Жизнь не такая длинная. Мне просто очень интересно везде побывать. Везде побродить. Да ещё с этюдником. И посмотреть на разную природу. Это совершенно удивительно. Так что моя мечта. Как можно больше впитать в себя того, что дарит нам Матушка Земля. В доме отца нашего много комнат. И мне во всех интересно побывать. Инна Дубовикова. А про тонкости работы над триптихом не поведаете, плиз? Я о пейзаже. Дорогая Инна. Ну, вот, честно говоря, триптих, четыриптих, пятириптих, шестириптих. Тетрайдер вот этот. Мне он не очень интересен. Я честно скажу, это не моё. И когда я смотрю на подобные произведения, у меня вызывает это в некоторой степени, простите, недоумение. Ну, зачем, например, кино? Вот кино, например. Мы смотрим в кинотеатре, например. Есть большой экран. А кто-то додумался ещё два экрана по бокам поставить. И мы глазами, значит, есть большой экран, где главное действие, а по бокам маленький. И мы ещё должны туда посматривать. Ну, может быть, для кого-то это будет, конечно, некой новизной сенсацией. Или телевизор, например, большой, а с двух сторон поменьше. А можно четыре телевизора. И во всех разное действие. Ну, книжку можно читать тоже одну и постепенно с одним содержанием. А с близким, например, другая и ещё третья. Три книжки сразу прям. Одну. Во вторую и третью. Ну, наверное, можно. Мы же можем разговаривать, например, с тремя людьми. Такой триптих разговора. Ба-ба-ба-ба-ба-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И все довольны. Никто друг друга не слушает в основном. Все себя только слушают. Надо же высказаться. И вроде бы и разговор есть. Ну, да, наверное, вы правы. А что, самому с собой, что ли, разговаривать? Ну, вот с экраном телевизора, мне кажется, это в кассу пример. Ну, странно. Кино идёт по одному экрану. Зачем мне второй и третий, и двухптих вот этот? Мне одного достаточно совершенно спокойно. Три холодильника, например, у тебя дома. И ты даже не знаешь, где что лежит. Будут глаза разбегаться. Будут очень большие возможности, потому что и там съесть надо, и тут не забыть, и тут тухнет всё. Да. Ну, извините, Инна. Может быть, вы работаете над триптихом, а я вам тут всякую ерунду рассказываю. Работайте, пожалуйста. Я просто не моё, поэтому я не понимаю, как можно делить. Ну, зачем? Ну, не делимая. Ну, ехать можно по одной дороге. Вот машина едет по одной дороге. Как можно четыре колеса, и ещё и по другой тропинке, и по третьей. Зачем? Мне одной достаточно, чтобы в одной-то разобраться в картинке. А тут ещё и там, и там. Ну, наверное, это в декоративных целях, может быть, имеет место для чего-то. Объединённой одной цепью, целью, всё. Ну, я с трудом представляю, чтобы, например, явление Христа народу было триптихом. Ещё там кто-то чего-то подошёл с правой стороны. С левой стороны ещё люди подошли бы, да? Что это? Увеличило бы ценность этой работы? Сомневаюсь. Или там, ну, или капустница, например, Фешина, триптих. Вот чего там ещё? Там уже всё завершено. Вот жизнь, она, например, в теле одна. Как её можно разложить на троих? Нет, не так. Как на троих можно разложить одну жизнь? Ну, вот одну бы её прожить в одном этом экране. И сделать автопортрет хотя бы один за жизнь. Кстати, идея пришла. Надо сделать. А то как можно без автопортрета? Прожить. Неполно как-то. Ну, извините, пожалуйста, Инна, за вот такой комментарий. Ну, вы делайте. Наверное, я, может, что-то просто не понимаю в этом. Ну, есть одни очки. Зачем мне ещё туда, туда, туда? Головой вертеть только. Или сцена, например, в театре. Зачем мне ещё одна сцена и ещё одна сцена? Там будут действия и ещё там будут подтанцовки какие-нибудь. Ну, с одной бы тут разобраться. Дело же всё в волнении. Если вот это захватило, мне достаточно, мне перехватить. Песня, например, одна поётся, а тут ещё бэк-вокал, да? Ну, это же в рамках одной песни. Это же эта песня. Другую песню петь невозможно. Или ещё три песни разные. Близкие. В той же дональности, например. Вопали берёзка стояло. А там что-нибудь другое какое-нибудь. Куст ракеты над рекой. Да сумасшествие произойдёт сразу. Извините. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Симон»